Улица Чапаева сегодня на вершине печального рейтинга госавтоинспекции. Трасса опасна. Об этом говорят цифры статистики. Инспекторы сверили данные, когда улица была опаснее. До или после установки ограждений оказалось после. Если раньше концентрировались ДТП в основном внизу, на перекрестке Чапаева-Музерская, Чапаева-Шотмана, то сейчас, если расставлять прям красные точки, то получается вся улица Чапаева на всем протяжении аварийная. Установленные ограждения на улице Чапаева не оправдали надежд. Вместо пользы – вред. Железные столбики на тротуарах – лабиринт для пешеходов. Неудобство. Забор посреди трассы на скорости сливается в одну ленту, из которой выскакивают пешеходы. Опасность. Итог. 28 ДТП в минувшем году. Из них – 11 наездов на пешеходов. Водители жалуются, мол, забор мешает обзору. Людей не видно. Метровые ограждения в итоге решили уменьшить на 20 сантиметров. Забор станет ниже только в районе переходов. Точную цену всех работ в мэрии пока не называют. Но уже понятно – речь идет все же о немалой сумме. Разброс цен разнится от 200 тысяч до 2,5 миллионов рублей. Соответственно, в настоящее время точной цены назвать мы вам не сможем, учитывая то, что в процессе работы будут некие ограждения устраняться. В том числе будет завариваться один из пешеходных переходов в районе улицы Чкала. Поэтому ориентировочно где-то около 200 тысяч. Во всех ли ДТП виноват злополучный забор или водители все же лукавят? Все наезды на пешеходов на Чапаева, говорят в госавтоинспекции, примерно схожи. Водитель превышает скорость и не успевает среагировать в случае опасности. Пешеход выходит из-за смежного ряда машин и оказывается под колесами. Они должны выбирать скорость, которая позволит им вовремя остановиться и заметить пешехода. А у нас получается, что мы ничего не видим, нас слепит солнце, но мы едем 80. В прошлом году на улице Чапаева было сбито 11 пешеходов. В этом году под колесами машин на одной из самых опасных улиц Петрозаводска оказались уже 6 человек.